Кто не знает Галуста Гюльбинкяна, армянского и британского финансиста, промышленника и филантропа, крупного нефтяного магната первой половины 20 века. Его имя находится в одном ряду с самыми великими именами армянских благотворителей и меценатов. Начиная свое исследование португальского периода жизни Галуста Саркисовича, мы и не подозревали, сколько приятных открытий нас ждет на этом пути. После капитуляции и покорения большей части Франции над Галустом Гюльбинкяном, жившим тогда в Париже, нависла реальная опасность. Однако в апреле 1942 года Гюльбинкяну удалось получить дипломатический иммунитет, и по приглашению посла Португалии он выехал в Лиссабон, первоначально намереваясь отдохнуть там неделю. Сложилось так, что Гюльбинкян провел в Португалии остаток своей жизни. 13 лет. Скончался Галуст Саркисович 20 июля 1955 года. На 86 году жизни местом его упокоения стала церковь святого Саркиса в Лондоне. После смерти Гюльбинкяна и в исполнении его завещания был создан благотворительный фонд, унаследовавший не только нефтяную долю Гюльбинкяна, но и собранную им богатейшую коллекцию произведений искусства. Фонд собрал и сохранил большую часть его коллекции. В наше время музей имени Гюльбинкяна в Лиссабоне по праву считается одним из лучших в своем роде. В музее располагается публичная библиотека фонда, насчитывающая 125 тысяч названий. В португальском городе Оэйрош находится Академия наук Гюльбинкян, в которой ведутся широкие исследования в области микробиологии, биотехнологии и генетики. В составе фонда действует армянское отделение, ежегодный бюджет которого составляет около 3 миллионов 600 тысяч долларов США. Средства распределяются между научными, культурными, образовательными, медицинскими и другими учреждениями диаспоры и Армении.